Прогулки с мамой на детской площадке для маленькой Светы и Зборовичей большая редкость. Из-за тяжелой болезни малышка не может самостоятельно передвигаться, а так хочется поиграть со сверстниками. О том, что у ее ребенка ДЦП, Марина Назарова узнала не сразу. Несмотря на тяжелые роды и месяц, проведенный в реанимации, Света быстро восстанавливалась. И тогда врачи серьезных нарушений не выявили. До шести месяцев мы не считали вообще, что есть какие-то проблемы. Ну, то есть знали, что ребенок слабый, недоношенный. Но то, что конкретно с неврологией проблема, мы не пытались как-то лечить неврологию до шести месяцев. Но в шесть месяцев у малышки начались судороги. Порой до пятнадцати в день. Дальше одно обследование за другим. Сначала в детской областной больнице, затем в педиатрическом медицинском университете Санкт-Петербурга. Окончательный диагноз – детский церебральный паралич. Девочки поставили московские врачи. После лечения в столичном институте медицинских технологий, ребенок начал сидеть, стоять у опоры, говорить отдельные слова, а затем и фразы. Лечение необходимо продолжить, но оплатить его семья не может. Родители просят оказать помощь. Сделать это можно, отправив смс на номер 5542 со словом «Дети». Света нуждается в очередной госпитализации на курс восстановительной терапии и реабилитации с целью снижения патологического мышечного тонуса, увеличения объема движения в суставах и двигательной активности, формирования новых двигательных навыков и еще большего развития речи, улучшения физического и психоэмоционального состояния. В прошлом году Света при помощи РУСФОНДА прошла первый курс лечения в институте медицинских технологий. По мнению врачей и мамы, улучшения уже есть. Но чтобы полностью поправить здоровье девочки, семье нужна финансовая помощь. К сожалению, мы проживаем в Новгородской области и в нашем городе, ну как такового центра реабилитационного вообще нету для таких детей. То есть нам приходится постоянно куда-то выезжать для этих реабилитаций. Ну во-первых, это дорога, во-вторых, это либо съем жилья, ну как минимум, понимаете, ну и плюсами занятия. Мама трехлетней малышки не сомневается, что лечебная физкультура, массаж и занятия речью обязательно помогут Свете восстановиться. Стоимость лечения – 199 620 рублей. В семье таких денег нет. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта русфонд.ру соберут 104 620 рублей. Еще 50 тысяч внесет группа строительных компаний «ВИС». Не хватает всего 45 тысяч рублей. Помочь Свете можете вы. Для этого нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость сообщения – 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все реквизиты есть на сайте Русфонда. Пока-пока скажем. Алисия Иванова, Вести, Великий Новгород. Все это мы говорим уже.